Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... нас в мире, в нашей, так сказать, экологической действительности. Многие из вас знают, как работают на химических заводах, как работают в литейных цехах и так далее, и так далее. Но есть еще то вообще совсем невидимое, скрытое от нас, в далеком прошлом. Так что мы не знаем реальной нашей истории, мы знаем ее в очень искаженном виде. Но вы об этом знаете достаточно, об этом я, конечно, не буду говорить. Но я хочу просто сказать, что есть очень много в нашей действительности кажущегося, есть очень много обманов, которые, понимаете, нам навязываются и просто утверждаются, и становятся для нас истиной. И основной поставщик этих обманов – это реклама. Вы понимаете очень хорошо, реклама, пиар и прочее, что все это делает, как может черное выдать за белое, вреднейшие, просто ядовитые продукты, питание и, в общем, выдать их за полезный. Ну, в общем, уже не надо говорить про алкогольные напитки, это мы все знаем. Мы все против и все с этим по мере сил боремся. Ну, а не алкогольные напитки – тоже страшная же вещь, да? Кока-кола, персикола и вообще все абсолютно напитки, находящиеся на полках магазинов. А ведь они доступны детям. Они доступны детям еще как. А что детям недоступно? Реклама недоступна. Недоступны им телевизионные все рекламы. Или вообще интернет, программы, им доступно все. Это, конечно, страшно. Если это есть в реальности нашей, им доступна еда, которая на нашем столе не всегда полезная, почти всегда вредная, если люди не обладают знаниями в области питания, то таким образом количества поколений. Ну, наверное, вы все читали вот эту книгу, прекрасную книгу. Я ее сегодня прочла. Как отрезать Россию, да? Майорова и Кривоногова. Ну, Майорова я знаю лично, как президента Академии трезвости. Ну, конечно, замечательная книга и замечательно проанализированные причины алкоголизма и как он распространяется и так далее, и так далее. И следствие алкоголизма. Между прочим, ну вот, этот рисунок, наверное, тоже все видели, да? Как человек может деградировать из человека в человекообразное нечто и потом просто буквально с ним. Ну, и представьте себе, то же самое делает с нами пища. Увы, то же самое делает с нами пища. И, ну, конечно, я сейчас буду говорить о питании, о лечении питанием, о лечении без лекарств, которое только является единственным реальным. Но, пожалуйста, имейте в виду, что именно вот потому я и приехала сюда, потому я и говорю здесь, потому что очень тесно связана проблема еды с проблемой алкоголизации населения и с проблемой вообще наркотической зависимости. Дело в том, что сама еда может быть наркотиком и является наркотиком. Конечно, не всякая еда, но определенные виды пищи. И в первую очередь, это, конечно, мясная пища. Ну, она сама по себе содержит себе наркотические продукты, содержит те же гормоны животных и так далее. И содержит информацию насилия, страха, убийства. Ну, в общем, это не новость, но это не мешает. Но это не мешает вспомнить лишний раз. Для того, чтобы, в общем, помнить об этом всегда. И чтобы все-таки не покупать мясо и не готовить из мяса, не готовить ничего, не кормить мясом детей. И, ну, тем более беременная женщина – это страшное явление, когда беременная женщина ест мясо. Но, видите ли, против всего этого есть мощная медицинская, не то, что пропаганда, а просто такие навязанные нам критерии питания. Есть, в общем, дело в том, что все, что сейчас творится в медицине, настолько неверно, настолько вредно для здоровья, настолько ошибочно и настолько лживо, что вообразить это просто страшно. Все масштабы этого никто не может представить даже. Этим надо специально заниматься, это изучать, чтобы представить масштабы той огромной лжи планетарной, которую представляет собой медицина, и в которой мы все находимся, которая всем нам навязана. Ну, и вот это наше представление о болезнях. О болезнях, о здоровье, о лечении, о лечении детей, о лечении беременных, о том развитии плода и так далее, что необходимо беременных, что, в общем, мы, находясь вот в этом мире лжи и заблуждения, мы только обязаны болеть. Быть здоровыми мы не можем. Ну, просто мы не можем быть здоровыми, потому что, если человек здоров, то, следуя рекомендациям медицины, он обязательно будет больным. Но он здоровым и не может быть уже в существующей нашей реальности, то есть той экологии, которую нам создала вот эта техногенная цивилизация, без которой, конечно, мы бы не прожили. Мы бы, конечно, погибло все человечество без техногенной цивилизации. Хотя оно жило без нее многие тысячи и даже миллионы лет. Жило. Но потом несколько сот столетий уже сделали невозможным жить без нее. А вот с ней как жить? Вот это непонятно. Потому что, ну, жизнь явно деградирует. Явно уровень жизни, уровень здоровья и особенно детского здоровья. Конечно, положение детей очень тревожное. Очень тревожное здоровье детей. Мне не надо вам об этом рассказывать, описывать. Вы это сами очень хорошо знаете. Например, ваших детей и ваших знакомых детей. Так вот, как же всего этого избежать? Как же от всего этого, ну, как-то отстраниться, как-то улучшить ситуацию? Ведь вся проблема в этом, чтобы изменить ситуацию, изменить ее к лучшему. И потому вот проблемы семьи, меня эта тема так заинтересовала, но проблемы семьи, ох, сколько проблем семьи. Так речь же должна идти о семье существующей и о возможности укрепить эту семью. Ведь именно все эти проблемы заложены в семье. А какие это проблемы? Прежде всего, проблемы здоровья, наверное, да? И вот что такое? Концепция общественной безопасности. Ну, что это такое? Вы все знаете все принципы и так далее. И способы управления человеческим обществом, да? Ну, вот один из способов – это управление пищей. Это очень-таки способ действенный, весьма действенный. Ну, не говоря уже об идеологических методах и так далее. Но сюда присоединяется, конечно, информационное управление. Ну, и сюда можно уже прибавить, даже привнести управление здоровьем. Вот управление здоровьем – это как раз очень действенный момент для управления человеческим обществом. И сейчас оно стало, пожалуй, знаете, превалирующим. Потому что фармакология такую мощь и такие масштабы приобрела в мире, что она диктует очень-очень многое нормы жизни нашей. Буквально вот. Пейте такие-то лекарства, пейте со дня зачатия. Ребенок уже осужден на фармакологию нерожденной со дня своего зачатия. Беременная женщина обязана пить ряд витаминов, ряд препаратов. Она обязана проходить УЗИ через два месяца после зачатия. Это очень плохо, это очень вредно для плода. Два месяца, всего двухмесячный год, и проходить УЗИ. УЗИ – далеко не безопасная процедура. Ультразвук разрушает клетки, разрушает ДНК, это известно. Но пусть они потом восстанавливаются частично. Но нельзя регулярно это делать. А делается регулярно, несколько раз во время беременности. Ведь когда появилось УЗИ, разрешалось только после восьмой, два месяца. После, ну, под конец уже перед родами. Ну ладно, это еще как-то допустимо, хотя и это плохо. Но делать на ранних сроках вообще – это очень вредно. Вы понимаете, я даже удивляюсь, как можно явно вредные рекомендации вносить в медицину и настаивать на них. Что такое лечение цитостатиками? Ну, предположим, оно необходимо при излокачественных заболеваниях. Хотя, ну, тут отдельная, так сказать, тема я о ней скажу. Но как можно детей, которые заболевают аутоиммунными заболеваниями, рядом болезни, ну, в том числе ювенальный ревматоидный афтерит, ну, гламиролонефрит и некоторые другие болезни. Как им можно назначать вот эту тяжелую химию, платилоразовую, в том числе метатриксат и подобные препараты. Вот этот метатриксат – зарубежный препарат, который вводится, инфродуцируется в нашу промышленность, в нашу, значит, практику фармакологическую, и который буквально в судебном порядке заставляет родителей применять этот препарат детям, если у них есть диагноз ювенальный ревматоидный афтерит. Это, конечно, ну, самое настоящее преступление, потому что это значит уже калечить иммунную систему. Причем дети, вот очень плохо, знаете, что нет в моих книг, потому что, слышишь, Женя, пожалуйста, а ну давай, давай. Извините, пожалуйста, я сейчас хочу показать вам. В общем, книжке здесь есть статья «Ювенальный ревматоидный афтерит». Пожалуйста, если возьмете книгу, прочтите в первую очередь ее, потому что… Спасибо. И сюда, пожалуйста. Она буквально похожа на анекдот, то есть просто излагается современное состояние с этим заболеванием, современное, значит, изложение и лечение этого заболевания. Ну и так далее, и так далее. В общем, в этой книжке, вы понимаете, я, это результат 20-летнего моего труда, даже 25-летнего, я постаралась здесь изложить в общем, все основные положения медицины, реальной медицины, и показать, от чего происходят болезни, причины всех болезней, рассказать о болезнях, об их причинах возникновения. и о механизме развития заболевания, любого заболевания. И, следовательно, о механизме лечения этих болезней. Ну, в общем, я отнюдь говорю, это не для рекламы, не для того, чтобы вы ее купили обязательно. Но суть в том, что то, что написано в этой книге, не написано, к сожалению, ни в одной другой. Потому что нигде в литературе вы не найдете причины, причины возникновения любой болезни. Причина гипертонии неизвестна, причина рака неизвестна, тем более, причина диабета неизвестна. И, в общем-то, все эти болезни объявлены уже не болезнями, а образом жизни, поскольку медицина научилась как-то адаптировать людей к этим заболеваниям. И говорится, что это не болезнь, а образ жизни. Ну, много таких стадий было в газетах, еще раз есть в медицинских, таких популярных газетах, медицинские стадии, гипертония – это не болезнь, а образ жизни. То, что диабет – это не болезнь. А для того, чтобы вы жили, все-таки не умирали, вы должны постоянно применять лекарства против этих болезней. Вот и будет ваша жизнь лекарствами, и это будет очень хорошо и влокоборожное. Ну, друзья, это образ жизни. Я думаю, что это образ смерти. И это на самом деле так и есть. И для того, чтобы от этого образа смерти отстраниться, а реально жить на самом деле, нужно избавиться от лекарств обязательно. И нужно болезнь не только лечить, но ее надо вылечить. Потому что сейчас в медицине нет понятия вылечить заболевание. Такое есть понятие. Вот скажите, кому-нибудь из вас сказали, что мы вас вылечим, или мы вас вылечили. Если даже сказали, что вас вылечили, то вы убеждаетесь, что это не так. Потому что через два дня, или через 20 дней, или через два года, вы снова болеете. Если вы заболели через два года после выписки из больницы или окончания вашего лечения в поликлинике, то и заболели другой болезнью, вы отнесли, не думайте, что это следствие того, что вы два года назад вот не долечили ту болезнь. Нет, вам кажется, того уже нет. Нет воспаления легких. Ну вот было 10 лет назад. Было в детстве воспаление легких. А в 40 лет, и даже в 30 лет, у женщины рак груди. Ну это совсем другое заболевание. И тот врач, а скорее это педиатр был, который лечил воспаление легких, вовсе не может отвечать за то, что у вас сейчас рак груди. Он в этом абсолютно не виноват. И обращайтесь к тем, кто прозевали в свое время опухоль. А скорее всего, вы обратились, если даже в самой первой стадии, то есть вы нащупали у себя опухоль. И вы пошли в онкодиспансер. Значит, все правильно. И в самом начале вас будут лечить. Ну как? Сначала операцию не продолжат. Сначала продолжат лучевую терапию. Скорее всего, химиотерапию. Ну химиотерапия, ну примите курс, ну один, мало, конечно. 3-4 минимум курса примите химиотерапии, ну и все хорошо, дальше будете жить и так далее. Да, хорошо ли принять химиотерапию? Это намного хуже, чем удалить опухоль. Сначала просто сделать операцию. Но сейчас опухоль не удаляется без химиотерапии предварительной. И после операции тоже химиотерапия обязательно. В общем, химиотерапия – это то, что губит нашу иммунную систему. То есть это отнюдь не есть лечение вака, а это есть какая-то компенсация этого заболевания и дальнейшее ухудшение состояния здоровья этого человека. Дальше он будет болеть другими болезнями, другими при ослабленной иммунной системе. Конечно, это все предстоит еще. Там не исключено ничего. И диабет, и гипертония, и так далее. Грипп, ну в общем, все, что угодно. И опять воспаление легких. А ведь причина-то же вака груди женщины, где она? Знает кто-нибудь? Бранхит. Да? Кто сказал? Молодец. Слушала мой ролик? Да? Книжку читала. Книжку читала. Молодец. В общем-то, друзья, не знаю. Если знаете, я очень рада. Если не знаете, то, пожалуйста, я вам скажу, что причина вака груди у женщины – это хронический абстрактивный банхит или хронический пневмонический очаг. То есть легкий, гной легкий. Так когда это начинается? Это начинается не в 30 лет. Бранхиальная астма, пожалуйста. Когда она начинается? Или приведет ребенка 15-летнего, говорит, вот у него месяц, как начал задыхаться, и так далее. Но у него сейчас диагностировали бронхиальную астму. А раньше нет, раньше. Раньше он просто бронхитом болел. Эта самая астма, она начинается только в самом раннем детстве. Потом она может компенсироваться, просто не быть признаков астмы, то есть у души, а просто кашель, бронхит, или просто воспаление легких, или просто грипп, или даже не грипп, а просто ЭФЗ. А болеет. Как пойдет в детский сад, как болеет, опять, значит, дома лежит, отлежался, опять в детский сад, и то же самое. Ну и так далее. В общем, где нет проблемы? Детский сад – это огромная проблема. Питание в детских садах – это только способно, значит, только способствовать заболеванию ребенка. Питание в детском саду не может быть правильным, то есть оно может быть правильным, но сейчас оно неправильное, очень неправильное. Ну, едя это, можно только заболеть здоровому человеку, тем более взрослому, тем более маленькому организму, с неустойчивой еще иммунной системой. Да где там, где что правильно делается? Понимаете, ничего в медицине правильного не делается. Но вот начнем с самого начала, все-таки начнем, чтобы какая-то последовательность у вас возникла, цепи событий, чтобы вы поняли, почему болеют дети, почему болеете вы, почему болеют ваши родители, и как этого избежать. Значит, основное зло – это все-таки пища, да? Вот начнем даже с традиций, даже не с зачатия, а с прежних наших поколений. Вот традиции питания, вот эти национальные традиции питания очень много вредного, к сожалению, в себе несут. Прежде всего потому, что уже миллионы лет человечество ест мясо. Ну, наверное, все-таки не миллионы, не знаю сколько точно, но ест мясо в поколениях. И это считается нормальным и единственно возможным образом питания для человека, иначе жить невозможно, вырасти невозможно, только анемия, только болезни, немощи и прочее грозят. Но теперь уже, я думаю, достаточно появилось людей, которые очень хорошо знают, что это совсем не так, которые о вреде мяса знают, о всяческом, информационном прежде всего, этическом и так далее, и так далее. Ладно, Ну, а реальный вред мяса в чем заключается? Вы знаете, реально, вот сейчас, почему мясо вызывает заболевание? Знаете, да? Да. Нет, не все. Нет, не все. Нет, ну, нет мяса. Это многоплановая проблема. Многоплановая. Ну, кто-нибудь сможет что-то конкретное сказать про мясо? Вот оно вредно. Не усваивается. Скот неправильно. Встань, 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 встань. Воле. Наверное, кормят скот. Кормят его комбикормом скот. Комбикормом. Соответственно, питание неправильно, само мясо нужно впитывать в себе неправильное вещество. Это все правильно. А тут уже возникают, с самого начала уже возникают болезни в самой корове, в самом мясе. Это правильно. Это все. Еще. Перед смертью животные впрыскивают яды. Таким образом, у них выработалась защитная реакция, чтобы хищники погибали как можно быстрее. Это самая основная проблема от мяса. Да. И сегодня мало инструментов нейтрализовывать этот яд. А он находится в структурах мяса. И он влияет на то, что те, кто приедает мясо потом... Это верно. Я не знала, честно, что это делается перед смертью животных. Знаю, что их электрошоком убивают и так далее. Ну, в общем, во всех случаях этот момент гибели насильственной это уже информация страха, смерти и так далее. Слушай. Я вот считаю еще, Марвел Горсакон, что здесь, помимо того, что с физической точки зрения очень большой вред наносится тем, что это мясо – это чужеродный белок и он всасывается в том числе и в кровь человека и воспринимается иммунной системой, как любой вирус воспринимается. Слушайте, это совершенно точно. Это вот основная проблема, мне кажется, с физической точки зрения. Здесь вот еще информационная, на мой взгляд, не менее важная проблема – это то, что поедание тел живых организмов – это для тех, кто там... Ну, это есть преступление. Да, это есть преступление с моральной точки зрения и энергетически это на человеке, мне кажется, сказывается намного больше даже, чем вот это физически. Вот садись. На самом деле, вот эта информационная сторона этого процесса, она настолько страшна, вы даже вот это то, что невидимое, вы даже не представляете себе. Ведь вот женщина беременная ест мясо, она уже программирует у своего ребенка, вы знаете, страшную судьбу, которая может реализоваться, может нет. Это может случиться, может и не случиться, но все равно. Все это уже программа смерти, которая вводится в код. А ведь на самом деле человек бессмертен. Ну, это так, если вы почитаете в соответствии с литературой, вы поймете, что это так на самом деле. Но мы уже настолько привыкли к слову смерти, к необходимости смерти, что это для нас, ну, само собой разумеющееся. Ладно. Но это программы, понимаете, программы, которые мы вводим своими словами, своими действиями и тем, что мы едим, тоже мы вводим программы. Значит, у нас уже программу окончание жизни вела. Но она может быть трагична, это окончание жизни, он даже не проживет положенные 80-90 лет, а проживет намного меньше. Почему? Авария, несчастный случай, все это, возможно, произойдет в результате поедания вот этого продукта, содержащего информацию убийства. Возможно, не это, а, возможно, просто страх, страх, заложенный в подсознании, будет диктовать неправильные действия, неправильное поведение. Когда-то в какой-то, ну, я, да и, как я уже сказала, и о чем и написано здесь, и там в роликах масса-масса об этом разговору, и бесконечно я говорю, что остерегайтесь вот этих трудных ядов. Кадарин, Путерисцин, Ктомаины, Индол, Скатол. Вот я бы на вашем месте выучила наизусть все эти названия, там их 7 штук, и бы вспомнила, всегда в голове держала бы, что вот таковые яды в нашем организме, и как они нас ежесекундно отравляют, если мы от них не избавляемся. А нужно, прежде всего, их не заводить в себя, а если уже завели, избавляться обязательно, причем последовательно и постоянно. Потому процесс очищения, о котором я говорю, он должен производиться не одноразово, а постоянно, практически каждый год, минимум два раза, всю вашу жизнь. И тогда болезней действительно не будет никаких. Вам не нужно диагностировать у себя, у кого, вам не нужно быть врачами, чтобы не болеть. Вам нужно просто не загрязнять себя. Очень просто. Только себя не загрязнять. И вы намного лучше врачей справитесь с заболеваниями любыми, и сократится тогда реально заболеваемость. Следовательно, сократится смертность. И особенно детская заболеваемость и детская смертность. Потому что болезнь дитя, а тем более смерть ребенка от болезни, это есть преступление общества. И детские стационары, это вообще, это есть тоже преступление общества. Я уже не говорю про отделение лейкозов, Морозовскую больницу, а еще про детские росписы, куда отправляют детей, ну, заканчивают жизнь свою после лечения в стационаре этих детских лейкозов. Так вот, друзья, а что такое вот этот страшный детский лейкоз, который сейчас косит детей, косит, что такое этот лейкоз? От чего он возникает? От какой-то неизвестной таинственной причины? От чего? Что предшествует лейкозу, вы знаете? Не знаете? Если не знаете, это хорошо. Скорее всего, вы не знаете, что такое лейкозы, не встречались с этим, это тоже хорошо. Но те, кто встречались, это несчастные люди, это трагедия в семье, а бывает это по той простейшей причине, что ребенок болеет, как все дети, ангинами, бронхитами. В общем, та же банальная причина. И все эти гнойные заболевания в процессе жизни, начиная с рождения и кончая 5-ю годами, 7-ю годами, 10-ю, 15-ю или 20-ю годами, они могут дать, не обязательно, но вполне могут дать лейкоз, то есть рак крови. А почему? А потому что мы их лечим антибиотиками, потому что все эти воспалительные процессы, которые в организме имеют место, они заканчиваются образованием гноя, который где-то накапливается, инкапсулируется и таится до поры до времени. Но поскольку именная система ослабевает в результате лечения антибиотиками и жаропонижающими препаратами, этот яд потихоньку и потихоньку начинает, выделяя крупные токсины, попадают они прямо в костный мозг. Это бывает не всегда, но это бывает довольно часто. И когда эти яды попали в костный мозг, то что они там вызывают? А ничего, разрушение клеток костного мозга. А что такое костный мозг? Костный мозг – это кроветворный орган, это костный мозг, имейте в виду, не спинной мозг. А где находится костный мозг? Он-то не мозг, но так называется просто. Что такое? Где он находится? Позвоночник и спинной мозг. Внутри костей в полости. Вот, внутри костей. А каких костей? Длинных, трубчатых костей. Ну, то есть это длинные трубчатые кости, это мужские, да, руки, ноги, еще груди, да, и грудина. И ребра частично имеют там тоже. Так вот, костный мозг – это кроветворный орган, где образуются в основном лейкоциты и линты. Вот эти самые, это клетки иммунной системы. Костный мозг проникают в трубные яды, они разрушают его, вызывают образование чего? Что может вызвать трубный яд? Ясно? Нагноение. То есть образуются там фурунговые, такие, как вы себе, на коже видите. То же самое имеет место там. Но этот процесс невидимый. И разум невидимый, значит, ему не существует. Да, такое вот рассуждение. Почему-то никто не смог найти, обнаружить. Но, наверное, можно же и есть способы, которыми можно диагностировать этот процесс. Так нет, этим мы не занимаемся, а мы занимаемся исследованием крови. Мы видим, в физической крови огромное количество лейкоцитов. Это несовместимо с жизнью. Но раз так, надо их прекратить. Если их в десятки раз превышают норму, значит, надо сделать так, чтобы они дошли до нормы. А как сделать? Они производятся. Причина неизвестна. Значит, надо все-таки как-то прекратить этот процесс. А прекратить мы умеем. Для этого есть цитостатики. Для этого есть тяжелая химия. Вот мы и будем давать. Несмотря на то, это ребенок, это беременная женщина, это старый человек. Не важно. Мы будем давать химиопрепараты, которые все хуже и хуже убивают иммунную систему. Все сильнее этот процесс идет разрушение иммунной системы. А если это происходит, то лечение явно не имеет успеха. И в течение 5-6-7 лет принимаете препараты, больные в конце концов погибают. Это очень трагично. И особенно трагично, когда это случается с детьми. А именно дети погибают взрослые, как-то переходят в хроническую форму и держатся какое-то количество лет. Так вот, как закон, гнойкозы, которые возникают в 5-10-15-20 лет, а обычно вот это вот самое опасное, им предшествуют. Ангины, это уже, спрашиваю, чем болел в детстве? Ангинами. Один раз тяжелой ангиной гнойной. Пришлось резать, там гной выводить. Или гнойный аппенцит в 5 лет. Это как закон. Гнойный аппенцит в 5 лет, в 5 лет. Откуда в 5 лет гной у ребенка? А он есть. И вот, вырезали, ясно, дали антибиотики и так далее. Все это осталось потихоньку где-то там. То есть вырезали этот гной. А гной это есть не только в аппенцисе, он есть везде, если он есть там. К 20-ти годам это превращается в лейкоз. Это у меня. Не один был такой случай. Они кончались очень плачевно. Дети эти погибали. Потому что обращались ко мне очень поздно. Уже после химиотерапии, после того, как выписали этих пациентов домой, с тем, что мы уже лечить не можем. Так вот, друзья, все это зло как раз и сидит в этом толстом кишечнике, откуда мы эти яды и получаем в течение нашей жизни. Ну ладно, пока еще ребенок не родился. Мы еще до рождения даже не дошли. Значит, выяснили, что мясо беременная женщина кушает, какой она вред приносит морально своему ребенку. Какой физический вред? Ребенок родился через 2 месяца. Самое позднее у него начинается кожный диатрес, который очень трудно сейчас лечится. Откуда кожный диатрес? Я говорю, что это от того, что кожа выделяет гной. Кожа выделяет гной, выделяет яды. Вместо того, чтобы их выделил толстый кишечник и легкие. Ну ясно, что в 2 месяца ребенок не может откашлять гной, находящийся в легких. А раз он не может его откашлять, то отсюда значит, что гной будет выходить из кожи. В виде уже не гноя, а токсинов, которые могут вызвать отек, аллергию. Или же, да, уже гнойные высыпания. То есть уже гной выходит из легких. Представляете, да, это имеет место. А как он выходит? Через лимфатическую систему. Потому что лимфатические пути, которые открываются в толстый кишечник, вот этот самый толстый кишечник, вот здесь нарисовано, конечно, надо было бы большой рисунок, но я уже этого не сделала. Я думала, все видели, да, в интернете вот этот вот? Вот эта черная-черная, вот эта внутренняя оболочка толстого кишечника. Поскольку она таковая уже у маленьких детей, двух-трехмесячных, то лимфатической системе некуда выкинуть яды свои. Она в норме должна сюда выкидывать яды со всех клеток, со всех тканей, содержащих гной или не содержащих его, все равно. Отходы, лимфатическая система, отходы обмена выводит в толстый кишечник. Но если здесь залеплено все, закрыты пути выведения шлаков, выведения лимфы, значит лимфа идет обратно. Вместе с ней все эти шлаки, гнойные токсины, и они обратным током заносятся, скорее всего, в кожу. Если это маленький ребенок, то в кожу. Если он постарше, то в аппензис. Если он еще старше, еще куда-нибудь, бронхи, легкие, астма и так далее. Ну, в общем, получается, что механизм возникновения практически всех болезней один и тот же. Это накопление гноя в организме. Значит, надо ликвидировать причины, которые вызывают накопление образования, во-первых, а потом накопление гноя в организме. Так, первое, значит, это питание мясом матери. Ну как же, ведь ребенок сам-то мясо не ел, а откуда у него гной? Из крови, которой он питается все 9 месяцев своего внутриутробного существования. Потому что кровь, поступающая ребенку для его питания и роста через пупочную артерию из плаценты материнской, к сожалению, почти наполовину содержит гной, натуральный гной, с гнойными токсинами в перемешку. Потому что то же самое содержит грудное молоко. Вот вы это слышите, вы, наверное, или не верите, или просто негодуете на меня. И возмущаетесь. Что это я говорю такое? Что мама помнит ребенка гноем. Ах, милые мои, не зная, не ведая, что творите, вы это делаете. Иначе не болел бы ваш ребенок. Он не болел бы ни в 2 месяца, ни в 2 года, ни в 20 лет. Уверяю вас. Так вот, естественно, если он получает вот эти гнойные токсины, то безусловно у него разрушаются какие-то ткани. Безусловно накапливается вот это самое страшное вещество, называемое гноем, то есть мертвый белок. Погибает собственный белок, белок в собственных тканях ребенка. А это самая нежная, такая белковая субстанция, это слизистая, дыхательных путей. Вот она и забивается гноем. Забивается гноем, куда ему деваться? Ребенок рождается, и жизнь забит. Не надо делать клизмы новорожденному ребенку, не надо делать 4 дня, нету снула, ничего, это нормально. Не делайте клизмы, это опасно. Хорошо. А вот заболеть лейкозом, заболеть тем же диатезом, это не опасно, это ничего. Для этого есть лекарство. Заболел ребенок, у него диатез, или у него тот же лейкоз. Но надо же почистить, в конце концов, кишечник. Нет, не надо, это опасно. Но необходимо дать химию, необходимо надо дать антибиотики, это не опасно. Вот понимаете, вот так рассуждает медицина. Вы скажете, вы никто не медики, вы не знаете, не изучали медицину. Элементарный, здравый смысл у вас есть, друзья? Есть. Есть. Ну как, по-вашему, что правильно? Очистить кишечник от грязи и вообще организм очистить? Или не очищать, но для вас лекарства. Что правильно, скажите? Очищать. Все к ней очистить, да? Так почему же вы поддаетесь на этот обман, и почему вы принимаете таблетки? А я знаю, что вы все принимаете таблетки. От головной боли, от температуры, от чего угодно. Если не таблетки, то свечки. Ребенок заболел, если вы уколы ему не делаете, и не даете пить антибиотики, вы выжаропонижающий, обязательно дадите. Высокая температура. А что делать? Уже под 40. А что делать? А с первой минутой, с первой минутой буквально, как важно, вы не болеете у своего ребенка. Дать ему пить, еды не давать, да он и не станет кушать. Вы ему не пихайте эту еду. Дайте ему питье, питье, какое питье, сами знаете, или плавину, а два с медом, с лимоном, или цикрусовые соки, напополон с водой, или любые соки напополон с водой хотя бы. И промывайте кишечник обязательно. Не верите тому, что навороженному делать клизмы нельзя. Что клизмы вызывают дисбактериоз. Да клизмы не вызывают, клизмы ликвидируют дисбактериоз. Он уже есть, если ребенок или взрослый заболел. Еще какой дисбактериоз страшный. Так надо почистить грязь, которая кормит этих бактерий тагниозных. Почистите грязь, им нечем будет питаться, они уйдут, умрут, исчезнут. Без питания бактерия не живет и часа. Но зато вы потом заселите правильной пищей для микробов. А правильная пища для микробов, это правильная пища для вас. То есть это фрукты и овощи, оболочка клеток, целлюлоза, которая питается дружественной микрофлорой нашего организма. И она для нас все те самые витамины необходимые и аминокислоты необходимые, которые нужны нам и которых якобы нету, которые якобы не могут выработать наш организм. Их нету, видишь, в растениях. Они есть только в мясе. Они есть во всех сырых растениях. Есть все необходимые нам аминокислоты для синтеза нашего собственного белка. Они есть во всех фруктах, они есть во всех овощах. Они есть в огромном количестве зеленых растениях. Так что зелень для жизни, вот эта книга Виктория Бутенко, это очень, на самом деле, реальная книга, реальное название. Зелень для жизни. Она действительно для жизни. И вся съедобная зелень, вся неодовитая зелень, она съедобна. Ну, сами знаете, это и культурная, столовая зелень, это и дикоросы, и шпинат, щавель, и ревень, и так далее, и так далее. Так вот, и свекольная ботва, морковная ботва, ну и молодые листья березы, фруктовых деревьев. Всё это содержит огромное количество белка, я уже не говорю, хлорофилла, ценнейшее для нас вещество. Именно хлорофилл, который до нас доносит буквально солнечную энергию в виде вот этого химического соединения. Белка хлорофилла. Ну, и о каком малокруге здесь может быть речь? Или о какой, в общем, о болезни, об аллергии не может быть речи, если вы едите именно это, а не мясо. А видишь ли, нельзя этого кушать беременной женщине, нельзя кушать морковь, нельзя кушать клубнику, арбузы, потому что это может вызвать аллергию у её ребёнка. Ну, вы скажите, здесь главный смысл есть? Пожалуйста, научитесь медицине. Вы понимаете, что цель моих лекций не вылечить вас, а научить вас медицине. Вы это понимаете? Вы учитесь медицине сейчас? Да? Я очень рада. Тут очень много людей, которые действительно прослушали лекции, почитали книги, и которые пролечились очень успешно. И вот Евгений, да и есть другие, которые вот сказали, что они действительно поняли правильность, эффективность и полезность этой методики. Так я бы очень хотела, чтобы это дошло до всех вас, буквально до всех, и чтобы так вы смогли коррегировать своё состояние, не доводя до болезни, не ожидая, что вы заболеете, потом начнёте очищаться. Слушайте, если вы очищаться будете до болезни, то вы не заболеете. Вы понимаете, как это просто? Ну, хотя вы во время острого заболевания очищаетесь, но не делайте его хроническим, а потом придётся намного дольше, хуже и упорнее всё это делать. Ну, находятся люди, которые всё-таки добиваются здоровья. За 4 года можно вымечать полиоатрит. 4-5, в общем, и может быть ещё больше лет. Полиоатрит – это самое трудно излечимое заболевание. То есть можно не заболеть этим полиоатритом. Что такое полиоатрит? Это аутоиммунное заболевание. То есть это следствие того же мяса, ещё загрязнение воздуха, и ещё ряда других загрязнений, которые мы получаем, и с водой, ну, о чём, о воде, что говорите о воде, вы сами понимаете? Почва загрязнена и так далее. Ещё есть один такой очень важный момент. Вот, насколько вы об этом знаете, ну, наверное же знаете, живёте же в этом мире, вот медицина, она не может быть реальной и правдивой без настоящего, правильного, экологического сельского хозяйства. Если сельское хозяйство заполнено химией, любого рода химикатами и прочими, то не может быть никакого здоровья у населения, и не может быть тут лечение продуктами сельского хозяйства. А лечение, естественно, основано именно на продуктах сельскохозяйственных, на сыром растительном питании. Так вот, друзья, всё, что растёт в теплицах, оно негодное. Так что зимой не надо ни помидоры, ни огурцы есть, не надо. Лучше уже брать импортные, если они идут из южных стран, из южного полушария. Там бывают груши из Австалии или из Аргентины. Ну, в общем, яблоки из Аргентины и так далее, я думаю, что это лучше в зимний сезон, чем в парняках выращенная наша. Потому что там, ну, химия такая, что делает почву негодная. В течение 3-5 лет эта почва выбрасывается и заменяется новой плодородной, и потом дальше та же химия туда вводится, и становится почва такой же мёртвой. Ну, а мы едим продукты, которые, видимо, нас также убивают. И потому вот эти сведения у меня есть. И, пожалуйста, это имейте в виду. Ну, а как вырастить чистые продукты? Их можно вырастить, наверное, видимо, только на своей земле. На дачных участках, в поместьях и так далее. Так вот, дальше. Ребёнок всё-таки родился. Несмотря на то, что мама ела всё, если у неё не было токсикоза, тем более она ела всё, и хорошо себя чувствовала. Да, это тоже очень хорошо. Но ребёнок родился, у него, если он не подцепил стафилокол в роддоме и не заработал сепсис, то у него это в первые же дни проявляется буквально, то дальше у него будет всё то, о чём я говорила, во всяком случае, вот этот самый диатез, два месяца, и дальше, скорее всего, в пять лет бронхиальная астма. Ну, в промежутках, конечно, бронхиты многочисленные, ну, просто РЗ, просто простуды, ангины. Астму тоже лечим, как лечим, ясно? Антибиотики, антиспазматические, и тоже противо, ну, очень иммунодепрессанты, цитостатики. Ну, лечим астму, и, может быть, даже вылечим. Так вылечили на самом деле лекарство? Вылечили? У меня был диатез. Кто? Ты. Лиатез, потом астма, потом дерматит. Что-то всё очень похоже на то, что я говорю. Всё прям, как вы говорите. Как по книге. Как по книге. Ко мне говорят, мы болели по вашей книге. Относится, по книге можно болеть, но по книге можно и вылечиться, уверяю вас. И многие вылечились по книге. Так вот, друзья, потому что закономерности-то одинаковые у всех людей, уверяю вас, да. Лечение становится индивидуальным в зависимости от каждого человека, но схема одна, общая. А коррекции, только тут уже коррекция индивидуальная. Но если вы достаточно хорошо изучили всю программу, всю эту методику, то вы можете сами эти коррекции вносить, потому что там сказано и о гастрите, и о диабете, которые нельзя общей схемой лечить и так далее. Но если плохо изучили, то изучайте хорошо, потому что, уверяю вас, всех вылечить я не в состоянии, поскольку кроме меня и моего сына этим пока никто не занимается. А это тоже большое преступление человечества. Так можно, чтобы медики не имели понятия о естественной медицине, о естественных методах лечения, и чтобы вообще они лечили лекарствами. Сейчас это уже невозможно. Теперь посмотрите, почему сейчас нельзя лечить лекарствами, а раньше вроде можно было. И почему сейчас категорически нельзя делать прививки, а раньше можно было. Во-первых, нельзя было и раньше, нельзя было никогда. Но пока люди еще не были лечены вот этими химией, антибиотиками, пока не было этих массовых профилактических прививок. Вы понимаете, что иммунная система была намного совершеннее и сильнее у людей, у всех, и у мужчин, и у женщин и так далее. И у женщин, которые рожают же ребенка, а это особенно нужно, чтобы иммунная система у них была хорошая, добротная, так сказать, чтобы был иммунный барьер плаценты, очень крепкий, чтобы он не пропускал вот эти самые токсины, которые потом заставляют ребенка заболеть два месяца диатезом. Просто ребенок должен родиться чистеньким и должен он такими прожить, хотя бы пока начнет, ну, уже зубы он не вружил, он все ест и так далее, и загрязняется уже сам. Он должен быть из утру, он должен быть чистым, и должен питаться чистым молоком. А этого не бывает. Потому что все тканевые иммунные барьеры уже очень пострадали, они очень несовершенны. А какие это тканевые? Да каждый орган имеет свой иммунный барьер, но особенно сильно защищены самые жизненно важные органы. Это головной мозг, гематоэнцефалический барьер, то есть спинномозговая жидкость и оболочки мозга, спинного и головного. Это барьер плаценты, то это продолжение рода, это орган продолжения рода. Ясно, что он должен быть очень совершенный. Это барьер грудных желез, тоже иммунная ткань грудных желез, которая не пропускает в молоко всякой вязи яды. Но сейчас нигде этих иммунных барьеров нету совершенных, нормальных. Они все повреждены, а поскольку они повреждены, то и дети болеют, и скамливание. Молоко матери бывает нередко опасным и вызывает болезни. Причина одна и та же. То же самое, что внутридорубное развитие смола, с недоброкачественной кровью, то и самое делаю во время кормления. Но во время кормления, значит, мать болеет ребенок, мать мне звонит в тревоге, ужасной, откуда-то из Сибири, из Челябинска, из Дальнего Востока, или из Германии, или откуда угодно, или хотя бы из Подмосковья и Москвы. И говорит, ребенку два месяца, у него высокая температура, у него диатеза, он весь чешется, ребенку восемь месяцев, и так далее, и так далее. Я кормлю, что мне делать? Что мне очищаться? Тут очищаться опасно. И невозможно сказать, лучше очиститься или не очиститься. Она продолжает кормить грязным молоком, ребенок продолжает болеть. Она начинает очищаться, а молоко загрязняется еще больше. То, чего раньше не было. Лет 20 назад я очень легко лечила болезни грудников, просто очищаю мать. Очищается мать, она пьет сульфат магния, она пьет эти травы все, и не ест. И ребенок очищается тоже, и ребенок прекращает болеть. Он не болеет, даже если его не лечить. Он просто ест молоко и все. Сейчас это невозможно абсолютно, сейчас наоборот. Имеет место совершенно обратная картина. Если мать очищается, ребенку еще хуже и хуже. И потому мамы сами придумали такое. Я этого еще сама не сказала, даже не советовала, но мамы такое сделали. Просто отлучают от груди ребенка дней на 5-6. И в это время очищаются сами интенсивно. Но это хорошо. Они пьют сульфат магния, пьют эти травы сокращающие молотку, хорошо. И выделяющие молоко, они же все молокогонные. И не едят. В общем, все делают очень хорошо, промыдаются каждый день. И ясно, что молоко надо выцеживать, чтобы дальше горлить ребенка. Вот они и выцеживают. И видят, что молоко там уже не белое, а зеленое. Ну, совсем интересно, да? Зеленое молоко. Это я видела своими глазами. Ко мне мама пришла, выдавливает, говорит, смотрите, какое у меня молоко. Слушайте, что это значит? Да? Что это значит? Зеленое молоко. Говорите. Ну, очищается даже через молоко. Да, да, да. Вот это запомните. Фильтра нет. Фильтра нет. Запомните, друзья. И поймите, как опасно не очиститься до зачатия. Все это надо делать до зачатия. А то забитые гноем, мы тот же гной передаем ребенку, и мы создаем еще одно больное поколение, за ним еще одно, еще одно. Так вот это поколение с такими вот уже дырявыми иммунными барьерами сейчас принимают прививки. Принимают сейчас препараты, опять же ухудшающие иммунную систему. Какой результат? А результат такой, что после прививки они болеют. Почти, почти постоянно, почти закономерно. Это если не заболеют после прививки, это уже исключение. Болеют они той болезнью или какой-то другой болезнью. Этих уже тысячи случаев накопилось только у меня. Как то паралич после прививки, то после этого живая вакцина полиоминита. Дает полиоминит, когда нигде живой уже не прививают. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, гепатит В это вообще страшная вещь. Цирроз печени после прививки гепатита В. В школе прививают, родителям не говорят. Я уже не говорю, что уже в роддоме привили. Вот понимаете, это страшно. И еще один момент. Вы поймите, мало того, что иммунная система сейчас очень плохая, очень несовершенная, ведь прививается уже четвертое поколение. Это значит тот же иммунитет, который уже в результате прививок выработался у прабабушки, у бабушки, у матери. То есть все эти усиленно выработанные, искусственно выработанные антитела против кори, против дифтерии, против акадес, чего? Коклюша, столбняка. Уже выработаны они. Понимаете, мать передала своей дочери, дочь передала своей дочери, своему сыну, и те передали своим. И уже в четвертом поколении там такое напряжение вот этого специфического иммунитета против кори, коклюша, дифтерии, и столбняка. Теперь еще раз прививаем. Естественно, что это уже абсолютно невыносимо, что это уже абсолютно, мы значит прививаем эту болезнь. Уже мы болезнь прививаем, а не предохранительную прививку. Ведь время меняется, меняется поколение, меняется состав, нашего организма. А лекарства остаются те же самые. Прививки те же самые или еще худшие. Понимаете, еще более агрессивные, потому что старые уже не действуют. Не говоря уже во всех этих привычных материалах есть мертиолят. Мертиолят – это соединение ртути, которое тоже токсично. Ну, в общем, понятно, да? Понятно, что творится. Теперь это лекарство прививки. А дальше? Так, проследим все-таки нашу жизнь, да? Теперь уже кормление, период кормления. Значит, как он должен пройти, вы поняли. Чистится до зачатия, во время беременности. Во время беременности чиститься надо, если и до зачатия чистились хорошо, или не чистились все равно. Во время беременности надо чиститься. Это хорошо, очень хороший результат получается у ребенка. Ну, а во время кормления уже поздно, так сказать. Тогда уже или отлучите ребенка от груди, уже в 6 месяцев это можно сделать, можно дальше в 8, так далее, так далее. И начинаете очищать и себя, и ребенка. Ребенку те же клизмы, тот же отвар, мед, лимон, и те, когда он не питается вашим молоком, не давать молочных смесей, не давать даже козьего молока, а давать только отвар, трав, тот самый мой состав. С медом и соком лимона больше ничего. Я уверяю вас, дети на этом могут даже 2 месяца держаться, и только у них болезни излечиваются. Это не раз я уже в своей практике испытала. И могу вам совершенно четко и совершенно сказать точно, что это так и будет. Совершенно гарантированно. Намного лучше будет состояние ребенка без грудного молока эти 5-6 дней, чем с вашим молоком, которое только увеличивает количество токсинов в его организме. Так. Теперь все-таки как лучше провести период кормления, если вы все правильно сделали, и молоко у вас чистое. Даже если оно не чистое. Кормить, как вы думаете, надо по требованию или по часам? По требованию. Или по, в общем, определенным ритмам природы, вселенной, космоса и так далее. Как надо кормить? По ритму или без ритма? По требованию. Кто как хочет. Тогда сам ребенок. Тогда решит. То есть надо кормить по требованию. А еще какое мнение есть? Не знаю вообще. Это же ритм ребенка, правильно? Это ритм ребенка? Интересно. Как мама хочет, и как ребенок. Как ребенок хочет. Так вы думаете, ритм ребенка отличается от ритма, вообще, от законов природы, от ритма организма, на самом деле, существующего, от ритма природы, космоса, солнца и так далее. Отличается. Отличается? Не отличается. Нет. Скорее всего, не отличается. Иначе, мы бы не вписывались, понимать, в эту систему природную вообще, мы бы не были детьми этой планеты и этого космоса. Значит, наш вид, мы обязаны подчинить космическому ритму все-таки. Это прежде всего ритм сна и родствования. Но это уже относится к взрослым людям и к детям, которые, значит, спят или не спят, тогда мы их укладываем. Значит, все зависит от нашего отношения к детям, от нашего поведения, от нашего кормления и так далее, и так далее. Так вот, прежде всего, мамы, во время беременности соблюдайте вид сна и родствования, то есть можете спать в 9 часов. Уже если вы этого не делаете до беременности, то в беременность невозможно этого не делать. Спать обязательно в 9 часов вы должны уже спать. Тогда вы проснетесь, когда хотите, но проснетесь, скорее всего, в 5 часов. Особенно, если вы выспитесь после ваших бессонных ночей. Я вон в гостинице была эту ночь. Слушайте, город не спит ночью. Город засыпает только в 4 часа утра. Я ночью проснулась, раз проснулась, два вижу там огни, люди гуляют, говорят, смеются. В общем, жизнь полнокровная идет ночью. Днем люди работают, днем люди работают, ночью они отдыхают, а в 4 часа они засыпают. Уже в 4 часа все так тихо, тихо, до 8 часов примерно. Слушайте, что это такое? Слушайте, ну это не дал... А ведь вся молодежь сейчас так живет. Вся молодежь, и не только молодежь. Ну кто выдерживает, они не спят, значит, ее. Ну до 2 уж точно не спят. И 12, это 12 лечат, значит, Иванович. Это значит, такое разрушение иммунитета. Я уже не говорю, разрушение нервной системы, гормональной системы. В общем, это сплошное разрушение организма, друзья. Уже только от этого можно раком заболеть, даже не имея внутренних очагов. Слушайте, вы опомнитесь, я вас прошу. Вы понимаете, как мы свою жизнь сокращаем? Безжалостно сокращаем. Вот самый худший враг человека, это он сам. Самый худший. Никто так не может навредить тебе, как ты сам навредишь. То есть, кто вас заставляет ночью не спать? Скажите, кто? Ночные клубы, ночные кафе, рестораны, и все, все прочее. Даже ночные магазины и аптеки, которые открыты круглосуточно, 24 часа. И так далее. А ведь не лечь спать 9 часов, это значит нарушить всю гормональную систему. Это значит не дать работать эпифизу. А эпифиза это самая главная железа внутренней секреции. Ведь существуют железы внутренней секреции. Конечно, еще один страшный враг нашего времени это невежество. Тотальное невежество. Потому и возможно нами манипулировать. Потому и возможно нам навязать и алкоголь, и лекарства, и мясо, и все, что... И тот же самый Макдональд, и те же самые... Ну, в общем, все. Всю отраву, и пепсикол, и пепсикол, и пепсикол, и пепсикол, и пепсикол, и пепсикол, и пепсикол. Я уже не говорю про консервы, про кетчуп, и так далее, и так далее. Вот потому вам это все можно навязывать, потому что вы не знаете, не знаете, не знаете, потому что вы невежественны. И вся моя работа, уже и жизнь моя посвящена тому, чтобы ваше невежество рассеять, чтобы дать вам свет знания. Получаете его или нет? Да? Получаете? Получаем. Хорошо, что-то не дружно говорить. Не все хотят получить, видимо. Ладно. Альтернативу? Нет, не тяжело. Нет, 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 друзья, вот для того, чтобы это не было тяжело, вы должны понять, вы должны иначе начать, иначе мыслить. Новый образ мышления. Так вот, друзья, говорим о ритме кормления, это очень-очень важно. То есть о ритме вообще нашей жизни. Значит, мы с вами себя разрушаем вот этим неправильным сном. Потому что, опять же, почему я сказала, что ваша беда это ваше невежество, тьма невежества. Вы знаете, что такое гормональная система? Знаете, друзья? Ах, как же. Ведь в школе вы проходили, в школе вы анатомию проходили, друзья, это сейчас, говорят, не проходят ее. Даже астрономию не проходят. Ну, ну, что я вам скажу. Ладно. Ну, короче, гормональная система это то, что управляет нашим обменным веществом. Железы есть внутренние секреции. Но вы не знаете разве щитовидную железу, которая болеет очень часто? Знаем, знаем. Знаете или нет щитовидную железу? Нет. Знаете? Где она находится? На шее. Во на шее. Териодит, зубы, прочее, прочее. Достаточно людей, особенно женщин, больных этой болезнью. А от чего болеет щитовидная железа? От того же бронхита, от ангины, от воспаления легких, или рак грудной железы, или аутоиммунный териодит. Это причина одна. Как лечить? Лечить точно так же, как все остальные болезни, очищение. Теперь вам даже не столько надо говорить, как лечить, потому что это методика простая, ясная, она вам известна. Вам надо объяснить, от чего вы болеете, чтобы вы это делали осознанно. Потому что вы, если не знаете причин болезни, все равно, сейчас вы сделаете, потом вы заботите, не сделаете, и скажете, а, да не надо, да вот лучше я поем вот это вкусное, мясо ли что ли, ну, гречневая каша хотя бы, и так далее, и так далее. Вы уже разницы не будете чувствовать между вареной пищей и сырой пищей. И ценности пищи разной тоже не будете понимать. Так вот, поймите, пожалуйста, что вот есть цепень доклинат желез, к ним относятся наши половые железы, ну, это же понятно, половые гормоны, всем известно, и так далее. Простатиты, импортенции, эписклодия, всем известно. Известно вам, что такое диабет, что такое поджелудочная железа, которая выделяет инсулин, тоже орган органной секреции, но и внешний. Ну, и надпочечники, тоже всем известно. Все знаете, что такое фронизолон. Это лекарство, которое аналогично гормону надпочечников. Оно хорошее, очень эффективное, да? Да, эффективное же это лекарство. Но полезное оно. Продинезолон полезен, как вы думаете? Очень страшная вещь. Это иммуностатик, это тоже иммунодепрессант, которым лечат без исключения все воспалительные заболевания. Сейчас, будь это тиреоидит, будь это пневмония, бронхит, астма, все равно, продинезолон. В общем, опасно, страшно. Поле артрит тот же, но сейчас нашли получше, посильнее. То есть это метатриксат, тяжелая химия и так далее. Так, люди, бронхитон почему вреден? Потому что он подавляет функцию надпочечников, потому что уже собственного кортизона нету. А если нет собственного кортизона, мы подвержены любой болезни, которую будем лечить антибиотиками, бронхитоном, тяжелой химии. Вы понимаете, лечение сокращает нашу жизнь. Это ясно вам? Ну раз ясно, ищите другие пути. Дальше, ну, в основном я сказала про железные внутренние секреции, мы не дошли до верхнего этажа, то есть гипоталамус, гипофиз, это уже верхний этаж. Это то, что командует нашими всеми другими железными внутренней секреции, дает тропные говно и так далее. А выше, выше всех самый главный командир это эпифиз, который расположен выше всех, и у которого сейчас функции все потухли, потому что он деградировал вместе с нами. Мы ведь тоже здорово деградировали по сравнению с той эпохой дальнейшей Руси. И вместо вот такого шарика, как теннисный шарик, он стал вот таким, как горошина. Сморщины, высушины, но все-таки одну функцию он сохранил. Это выделение гормона мелатонина, который управляет ритмом нашего сноободствования, который управляет нашей жизнью вообще, потому что это гормон молодости. Если его недостаточно, а мы все делаем для того, чтобы его было недостаточно, когда ночью не спим, то мы стареем преждевременно, и сидеем, и память теряем. И основная причина раннего склероза мозга и раннего поседения это бессонница, то есть отсутствие мелатонина. Понимаете, когда мы ночью находимся под светом, любым электрическим, лунным каким, свет не дает вырабатываться мелатонину, значит сокращается ваша жизнь. Уже сокращается понемножку, понемножку, а в результате мы стареем раньше времени. Потому что не 70 лет, не 80, не 90, не даже 100, это не старость, поймите, это зрелость. И в 90 лет женщины рожали, даже в Библии они рожали, я уже не говорю, 50-100 тысяч лет назад. Они были молоды, и они были мудры, к тому же. У них склероза мозга, как сейчас. 90 лет, у кого вы не найдете склероза, и у кого вы найдете мудрость. Может быть, в горах, где-то вот в Абхазии, в горных, этих угорных времен, вы найдете стариков, которые действительно мудры, которые вот старейшины, как рассказывал наш друг здесь, да и у казаков такое было, потому что тогда люди склерозом не болели, потому что они жили согласно природе, очень даже в гармонии с природой, и не было этой технологенной цивилизации. Так вот, друзья, запомните, свет в ночное время, когда нету солнечного света, разрушает наш организм, и потому в это время надо спать. Конечно, электричество очень сильно разрушило всю нашу иммунную систему, очень сильно способствовало деградации биологического нашего состояния. Ну, что поделаешь, ну, выбирайте наименьший изол, хотя бы гасите это электричество в 9 часов, все-таки гасите, а окна или занавешиваете, но окно открытое должно быть обязательно, или просто глаза закройте темной, каким-нибудь тряпочкой темной, темным, темным лоскутом, и все-таки спите, спите с 9 часов, тем более беременная женщина, тогда у вас сон и ребенка наладится. Но сейчас мы говорим о питании, да, о вставливании ритмичном. Так вот, друзья, если вы будете питаться тоже ритмично, то есть каждые 4 часа, не чаще, и ночью кушать не будете, хотя иной раз бывает такое по поздновению беременной, то и ребенок ваш тоже будет питаться по часам. А по часам кормить ребенка обязательно, начиная с 4 дня. Роды должны быть домашние, то есть они должны быть именно в условиях домашних, так далее, с отцом, ну или без отца, но обязательно домашние, но с акушеркой. И бубовину не перерезать сразу, ни в коем случае, только самое раннее, через 45 минут после рождения, а лучше через 2-3 часа, а лучше вообще родить плаценту и оставить. Ну, это есть методик, и все об этом вы посмотрите. Но на самом случае элементарно первый час не срезать, потом ее срезать, перевязать, и плаценту уже просто натягиванием пуповины очень легким можно уже вынести плаценту и в целом виде, она совершенно целая, выходит, кровотечение не наступает после таких родов. Почему? Потому что та кровь, которая вытекает у роженицы из матки, когда срезают пуповину через 5 минут или через даже 2 минуты после рождения, вот эта кровь вся перешла ребенку, она же не срезана пуповина целый час, ребенок получает дополнительно 150-180 миллилитров крови. Вы понимаете? А то вся кровь выливается на рожу, на тряпки выливается, эти кровавные тряпки потом уносят. А женщина только вред получает от этого, потому что матка же хуже сокращается, она остается не сокращенной, а когда ребенок все время сосет грудь сразу после рождения, да еще пуповина не отрезана, то кровь интенсивно поступает и с каждым его всасыванием груди сокращается матка. Если потому она и сокращается хорошо, и плаценту выводит хорошо, и после вообще нет кровотечения. Я такие роды видела у своей дочки не раз, а до этого я не видела бескровных родов вообще. Это было вообще что-то море крови во всех роддомах. Понимаете? но это жизнь. Почему не делать так, как природа нам дает возможность эту? Почему делать все на перекод к природе? Теперь, первые три дня ребенок должен быть с матерью, и он должен обязательно кушать грудь. Ну, пускай все время он ест эту грудь, его надо заставлять, потому что он спит, лучше спит. Ну, в общем, давайте ему грудь постоянно, он присосется, начнет хорошо есть, и он возьмет все молозиво, он высосет. Вот самое ценное это иммунные тела, а еще с кровью плацентой поступили ему иммунные тела, и все, этого вполне достаточно, и никаких прививок вообще не нужно, конечно, при условии вашего чистого питания, то есть без мясного хотя бы. Но дальше, а с четвертого дня вы уже отделите ребенка ночью в его постель, пожалуйста, в него кроватку в его постель, и кормите по часам, обязательно, если он будет с матерью спать и дальше, то он чувствует запах молока без конца будет тянуться и требовать, и плакать, и скандалить, потому что он уже понимает, что если он заплачет, то есть потребует, то мать не выдержит и даст, тем более ночью она хочет спать. А так, понимаете, приучайте его к ритму, а ритм этот навязываете не вы, а это ритм природы. Все у нас в организме совершается по ритмам, а если мы ритм нарушаем, у нас начинаются болезни. Ритм еды нарушаем, у нас болеет пищеварение, или калит, или гастрит, или панкреатит, чаще всего, в общем, все, что угодно, но нарушается пищеварение. Так же нарушается пищеварение у вашего ребенка, когда нарушается ритм питания. А что, вы не знаете, как бывает, как плачут дети от сдутия живота? Живот сдутий, напряженный ребенок, плачет, а мама дает грудь, что я делать, как успокоюсь, никак другим образом она не может. Она дает грудь, он сосет, засыпает, все, проснулся, плачет, потому что еще хуже сдутия. А почему он все-таки бесконечно требует это питание грудное? Вот почему? Он же уже сыт, а все равно плачет. В чем дело? В чем тайна? Не знаете? Знаете? Общение требует. Нет, нет, общение требует, ему даст, а он больше требует сна, чем общение. Живот не болит. Животик болит, наверное. Вот болит, что-то болит, но все-таки, все-таки он хочет кушать грудь. Так борьба с алкоголизмом начинается вот когда. Когда ребенка вы кормите по требованию. Потому что в грудном молоке, вот в этой книжке 13 ч.л. написано очень ясно, очень обоснованно, что в грудном молоке есть опиаты. Вот я этого не знала. Вы понимаете, нельзя все объять, так сказать. Люди, биохимики специально занимались исследованием грудного молока и выяснили, и вообще в молоке, в любом молоке есть опиаты. То есть опиоподобные вещества, то есть наркотики, и слабые наркотики. Все. Для чего они? Во-первых, в животном мире, а не для того, чтобы ребенок был постоянно рядом с матерью. Потому что ему угрожает опасность со всех сторон. Так, в лесу и так далее, у диких животных. Но то же самое у домашних животных уже инстинкт этот. А нам это не нужно. Нам не нужно. Но у нас это тоже есть. Это особенность класса млекопитающих. Ну так вот. Принимая опиаты, ребенок становится так, маленьким наркоманом. У него потребность постоянно их есть, эти опиаты. И потому ведь вам всем известно, что пока не дам грудь, не заснет. Что ребенок засыпает на груди. Ну почему бы не заснуть, когда он получает маленькие дозы морфия. Вот он и засыпает. А потом опять требуется, а вы положите этому конец. Причем не после месяца и не через два месяца, а через три дня. Он еще не успел стать наркоманом. Все. Он поплачет и успокоится. Но так сам по себе может и не успокоиться. Дайте ему воды. Чаще всего ребенок плачет, если он накормлен, а он плачет. Это значит, что он хочет пить. Вот еще один ужасный дефект современного кормления, что врачи и консультанты по грудному вскормливанию, это еще новая прияда паразитов появилась, извиняюсь, я не могу этого не сказать, потому что эти люди хоть бы пользу приносили, так они приносят вред. Есть международная ассоциация консультантов по грудному вскормливанию, которая рекомендует и настаивает кормить по требованию и не давать питья, не давать воды никакой, только грудь сдавать. И первые шесть месяцев. Вы понимаете, что такое? Шесть месяцев не давать человеку воду. А это уже родившийся человек. Ты изволь кушать, но пить не смей. Значит, молоко, это питье или еда, как вы думаете? Еда. Это еда. Потому что молоко в желудке сразу превращается в творог под действием кислого, желудочного сока. Творог надо переварить. Для этого нужен желудочный сок, и для этого нужна вода тоже, уверяю вас. Так вот, не во время кормления, конечно, не сразу, но до кормления, за полчаса, пожалуйста, дайте ему воды. Он сначала не захочет эту воду пить. Ну, невкусная она, сначитесь, с молоком, да? Так, чуть-чуть добавьте туда лимона и меда, но совсем мало. Очень будет хорошо, уверяю вас, он вкус почувствует и будет. Ведь всякая сладкая тоже накрутит. Ну, это безвредный накрутит. Так, потом все снас пол чайной ложки, ложку, потом больше, больше, ну и доведите перед каждым кормлением 50-70 мл воды. Уже с 4-5, ну, с 6-го дня уже у ребенка будет растворитель вот этой пищи. А вода – это растворитель. Вода нужна и взрослому, и в общем в любом возрасте она нужна. Воскопы из нее состоят наши ткани, а у ребенка тем более клеточная, внутриклеточная жидкость. Так вот, друзья, он получает достаточно воды, следовательно растворяются. Вот то, что должно раствориться, ведь без растворителя не может процесс растворения идти. А белки обязательно должны раствориться, чтобы расщепиться и в желудочном соке, и дальше в панкреатическом соке и так далее. Они должны раствориться обязательно, для того, чтобы расщепиться. Только в распорянном состоянии могут расщепиться со стороны наших ферментов. Расщепление это уже дело ферментов. Желудка, потом поджелудочная, печень, печень эмульгирует жиры молока. Желчь, то есть, эмульгирует. И дальше железы кишечника и железы толстого кишечника, и дальше уже выведение. И в таком случае будет пищевание у ребенка не нарушено. Он не будет плакать от вздутия кишечника. Если он плачет от голода, его кормите. Но это не раньше, чем через 3 часа после предыдущего кормления. В промежутках только давайте воду или меняйте ребенка. Кстати, я ужасно жалею маленьких детей, которым одевают памперсы. Но хотя бы вы первые месяцы не одевайте памперсы, им прошу вас. Пусть он промочит пеленки, он или заплачет, или не заплачет. Спит ничего. Если даже в мокрых пеленках, а не в памперсах, он будет спать. Это не вредно. Это мочевой компресс будет ему. Ну, конечно, не сутками оставлять. Ну, один раз ночью не поменяли. Но если он будет в мокрых памперсах спать, хотя говорят, что они сухие бывают, я этому не верю, я не знаю, я их не применяла никогда ни детям, ни внукам, но я кроме вреда ничего хорошего в них не вижу, честно говоря. А если ребенок уже ходит, уже говорит, и тем не менее памперсы ему одевают, чтобы в гости там это не оскандалился. Нет, лучше пусть он в гостях намочит штаны. Возьмите его, смену для этого возьмите. Но не одевайте памперсы уже сознательному ребенку. Слушайте, приучайте гашку. Уже в 4 месяца, ну, 5-6 месяцев точно надо приучать гашку. И дальше, дальше, чтобы у него была потребность. Есть потребность сесть на гашок, в конце концов. А не ходить в памперсах и вольмо так, все равно, что это такое. Это рефлекс угасает, рефлекс идентификации и мочи из пустани, и получается оно бесконтрольно. Так же, как и питание. Все бесконтрольно. А дальше, что вы хотите от этого человека? Он бесконтрольно будет жить и будет только требовать. И жизнь будет по требованию. Потому что вы понимаете, что это просто дурное воспитание, которое начинается сразу после рождения, да и во время рода, то есть беременности. В общем, это все укладывается, то, что я говорю, в вас, так сказать, в вашем сознании. Или отторгается. Да? Воспринимается. Все равно, да. Так, пошли дальше. Значит, я вас очень прошу, те, которые будут рожать сейчас или потом, через два месяца, через два года, или через, может быть, энное количество лет. Сейчас и в 40 лет хотя бы рожать, те, кто не родили в 20. Ведь какая-то трагедия для женщин, честное слово. Приходит, 36 лет, нет детей. Не можете? Нет. Не хотели. И так далее. Замужем? Не замужем. Все равно не рожали. Потому что надо работать, надо делать карьеру. Но это нельзя так. Нельзя. Все делать надо по законам природы. Нельзя до 30 лет не родить. В 40 лет женщина говорит, хочу родить. Ну, я рада, что ты хочешь родить. Наконец-то. Но почему ты раньше это не сделала? А сейчас это уже со сложностями связано. Сейчас уже не могу. Сейчас уже эндометриоз. Сейчас уже кистаяечника. Да то, да сё. Да цикла нету. Четыре года нету цикла. Я хочу родить. Ну, ладно. Давай постараемся. Ну, тогда она старается. Иногда удается. То есть, если ещё цикл сохранён, это удается всегда. Всегда. Вот тут есть статья о бесплодии. Но практически оно не бывает. Бесплодия, если нет уже таких вот дефектов, если нет там закупорки трубы, опухоли, яичник пострадал очень и так далее. Если есть овуляция, есть цикл, то при очищении и материнского, и отцовского организма обязательно ребёнок будет. И практически у меня это бывало всегда. Даже тогда, когда не собирались рожать детей, а просто лечили какую-то другую болезнь. Диабет, диактез кожный, брахиит, астму. И неожиданно была беременность. Обычно всегда её выношили и рожали. Ну, так вот. Вот это питание должно быть и регулярно, и по часам. И оно должно быть год-год-два месяца. Дальше бессмысленно кормить ребёнка. Он же самостоятельно, он же ходит, понимает. И сам может выбирать пищу. И он будет выбирать пищу правильную, сырую. Если вы так ели до беременности, во время беременности и далее, далее. И во время кормления так же. Вообще ребёнок любит ту еду, которую мама ела во время беременности. Если вы это не заметили, то заметьте. Но я думаю, вы это заметили все. Если вы что-то любили, ели во время беременности, ребёнок обзёртся, то это будет кушать. Так что это без сомнения. Есть такой учёный, врач-натуропат Норман Уокер. Он вам не знаком? Норман Уокер знаком? Если нет, запишите и посмотрите в интернете. Найдите его книгу. Книга называется «Сырые овощные соки». Норман Уокер. Обязательно её прочтите. Она продаётся. Она есть в интернете. Сейчас есть новое издание. Большой формат. А4 буквально большой. Красочная книга. Причём там не только вот эта работа, «Сырые овощные соки», но и другие его работы. Эта книга буквально бесценная. Стоит она около 200 рублей, но обязательно её купите. Она в магазинах есть. Норман. Там называется «Система здоровья» Нормана Уокера. Вот это одна из книг, которую обязательно надо иметь. Надо иметь ещё работы Поля Брега. Такая же книга есть «Система здоровья» доктора Брега. Ну и ещё вот моя книга. Вот эти три книги, даже если вы будете читать и изучать, что называется, то вы будете вполне грамотны в медицине. Вам не нужны врачи, вам не нужны лекарства и аптеки. Буквально не нужны. Вы можете родить здоровых детей, вы можете их вырастить без болезни, вырастить без болезни, а не вылечить болезни. Но если всё-таки вы не сумели это сделать, то они и заболеют. Вы можете их вылечить без лекарств. Уверена вас, это вполне возможно.